Радио Болтком Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит, я говорю, боже мой Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас из Москвы И у нас сегодня такой гость, молодой Но, читая его биографию, кажется, что перед нами состоявшийся, возможно, даже почивший композитор, пианист И лауреат Санкт-Петербургской премии Там же действительно, когда читаешь биографию Антона Лубченко, сегодняшнего гостя, кажется, что читаешь биографию какого-то крайне выдающегося композитора Можно сказать, даже великого композитора Огромное количество симфоний, опер, балетов И это все человеку, которому недавно исполнилось где-то 37 лет Я не вру, Антон, здравствуйте Добрый день, 36 36, вот я вам даже добра По части возраста, да По части великого, но вы же знаете, что это же не в количестве заключается, а в том, сколько это проживет после того, как я все-таки стану почившим, как вы говорите Поэтому это точно нужно посмотреть Действительно, для такого возраста, на мой взгляд, все-таки юного возраста Огромное количество достижений, это лауреатство в конкурсах композиторских и фортепианных Большое количество действительно сочинений и исполняемой музыки И работа в качестве дирижера в театрах, в симфонических оркестрах И вот, когда все это прочитала, единственное, что хочется спросить, когда, как вы все это успеваете? Ну, не знаю, как-то, видите, как-то это происходит, наверное, чуть-чуть меньше, может быть, сплю, чем Среднестатистический человек Сколько вы спите? Откройте секрет Ну, не подсчитывал, но, наверное, часа 4 в сутки мне хватает Могу и два раза спать, могу и отсыпаться 10 часов тоже бывает Нет, ну я в основном, честно говоря, самый лучший сон у меня всегда в самолете и в поезде Особенно в самолете Потому что там никто не звонит, никто не дергает У меня уже, знаете, есть такой выработался рефлекс Я вот если чуть-чуть голову вот так закидываю, у меня начинается сонный процесс Понятно У меня бабушка рассказывала, бабушка моя рассказывала, она во время войны была студенткой и ездила из города Харькова, мегаполиса в то время К своим родителям в более такой маленький город Вот она ездила в телячьих вагонах, она рассказывала Это когда сено просто накидывается в магу И все, человек ходится Она говорит, я только откидывала голову чуть-чуть и сразу начинала засыпать И потом уже, когда война закончилась, бабушка у меня стала архитектором и много летала в самолетах Ей этот рефлекс тогда помогал Вот я сегодня ее вспоминаю и понимаю, что у меня этот рефлекс, наверное, тоже передался Унаследованный Ну и кстати, ваша бабушка многое вложила в вас И можно сказать, что она какое-то время занималась вашим образованием, когда вы жили, приехали из Обнинск То есть вообще ваша география впечатляет То есть родились вы в Калужской области, затем обучались в каком городе, рассказывайте Сначала в музыкальной школе Мы жили между городом Обнинск и городом Москва Потому что в Москве у бабушки была служебная квартира И в общем-то у меня детство прошло в Москве Поэтому я, можно сказать, вырос в Москве Хотя, конечно, и в Обнинске Но это вообще, в принципе, очень близко, города находятся друг от друга А в 92-м году мы переехали с бабушкой на Украину И там какое-то количество времени я тоже проучился Сначала в городе Изюм Харьковской области А потом в Харьковской десятилетке при консерватории Это школа с очень славными традициями Там учились очень большие музыканты Такие как Владимир Крайнев, Леонид Десятников И можно бесконечно перечислять Именно выдающихся советских музыкантов И тех, которых мы сегодня знаем, которые с нами живут Потому что Харьковская консерватория была одной из трех русских консерваторий Которую открывали братья Рубинштейна Первая консерватория была открыта в Петербурге Вторая в Москве И третья стараниями Рубинштейна была открыта в Харькове Харьков был в то время русским городом до революции И эти традиции, которые заложены были там культурные Они очень были сильные еще на тот момент, когда я учился Там преподавала сестра Владимира Гороца, Регина Самойла Макгоровец Ну вы знаете, что из Харькова очень многие и артисты знаменитые Людмила Гурченко провела свое детство и юность в Харькове Вот, поэтому Харьков на самом деле заложил очень многие в меня такие, скажем, музыкальные Какие-то основы, наверное, именно там я познакомился с большими Впервые познакомился с большими партитурами И великими партитурами русскими и зарубежными Вообще впервые узнал, что такое партитура, кстати, в принципе Ну, а, кстати, в Википедии написано, что уже в три года вы стали изучать нотную грамоту Ну да, нотную грамоту на таком начальном уровне Да, он у меня ходил в хоровую школу детскую В общем, была у меня такая Был у меня такой педагог Анна Фроловна Сутер, я до сих пор ее очень хорошо помню Хотя мне было три года Вот меня там научили просто ноты писать, как они выглядят Ну, конечно, основательное образование было заложено уже в Харькове И позднее в Санкт-Петербургской школе тоже Десятилетки при консерватории А почему в Санкт-Петербургская школа, а не московская? Десятилетка А дело в том, что в 99-м году я приехал на конкурс молодых композиторов Который проводился в Совете композиторов Петербурга Конкурс имени Валерия Гаврилина И я получил там гран-при за свое сочинение И меня пригласили учиться в... Вот пригласили учиться в десятилетку при консерватории Причем это были очень сложные годы, да, конец 90-х Вот обучение стоило достаточно дорого У нас с бабушкой не было тогда такой возможности платить за это И дотацию, в общем, на мое обучение в школе Выделил Союз композиторов Петербурга То есть я учился за счет Союза композиторов В этом очень помог тогда Андрей Павлович Петров Знаменитый композитор, великий сегодня уже, можно сказать Да, да Его, кстати, в Рейхе Это композитор-классик ставший И действительно написал очень много киномузыки И хотела напомнить нашей реческой аудитории Что вот мы с нашим трио, с Ириной Валикжаниной И с Гидоном Гринбергом очень много играли его произведения В частности, «Берегись автомобили» В переложении для органов, скрипки и виолончели И Рейханам хорошо знакомо это имя И вот очень приятно, что сегодняшний гость Вот такая связующая Никочка от одного великого композитора Можно сказать, к другому Рассказывайте, Антон, дальше Значит, вы поступили в десятилетку в Санкт-Петербурге Да, поступил к ученику Дмитрия Шостаковича К композитору Александру Нацканяну Который, в общем, в дальнейшем, можно сказать Ну, он вообще такой был удивительный человек Он своему классу всегда, можно сказать Был как отец нам всем Он был потрясающий, помимо того, что он был замечательный педагог Он был потрясающий человек совершенно Который умел вложить, знаете, в лучших традициях русской педагогики Да, старой русской педагогики Он умел вложить в ученика не только профессиональные понятия Но самое главное, человеческие понятия Вот, я очень ему благодарен Это действительно, ну, сначала был мой педагог А потом до самой его смерти в 2012 году он ушел Это был мой старший друг Маша Связь никогда не прекращалась До его ухода Он тоже достаточно известный композитор Он очень много писал музыку Кино, один из самых известных его фильмов Его киноработа, это картина «Два билета на дневной сеанс» С молодым спроем Это очень такой известный фильм тем, что это был один из первых советских кинодетективов Фильм был снят, он в 66-м году Вот, и именно «Нацаканян» меня потом за руку привел один фильм Где, собственно, в 2007 году началось мое сотрудничество со старейшей киностудией И продолжается до сих пор Ну, потом была консерватория Потом уже на третьем Вы так рассказываете На самом деле я бы хотела ставить ставки Дело в том, что вот уже в десятилетке было, если я не ошибаюсь, да? Было создано это сочинение для «Альтай фортепиано», которое получило достаточно много премий Или оно было создано позже, это произведение Просто меня удивило, что действительно А, вы имеете в виду как раз сонату Нет, она была создана еще в Харькове Это именно то сочинение, которое получило Гран-при в Петербург Благодаря чему переехали в Петербург Но и потом же она еще, кажется, получила какую-то премию, это соната Может быть, я, честно говоря, не вспомнил Да, вы уже не помните И удивляет то, что вот Антон так рассказывает Вот там была десятилетка, вот потом была консерватория Но в то время было создано много произведений Которые фактически начали прославлять композитора Еще в годы учебы Большинство, конечно, выпускников консерватории Становятся известными уже по окончании консерватории И немногие могут похвастаться, что даже Будучи выпускниками, их произведения исполняли И вот у меня, как у музыковеда, также на памяти это произведение Олега Сергея Рахманина его дипломные И сочинение, которое было отмечено Петром Ильичом Чайковским И вот, конечно, когда смотришь количество сочинений, которые созданы вами За годы обучения, удивляешься даже, как вы успевали это писать То есть это все сочинения в рамках обучения, когда вы То есть ведь есть определенные формы То есть нужно написать там одну симфонию, нужно написать в таком-то жанре Но ведь у вас совершенно разные жанры Я очень плохо учил в консерватории Я ни одного сочинения не создал в рамках учебного процесса Во-первых, в этом не было никакой нужды Потому что я достаточно рано начал писать музыку на заказ И до сих пор я пишу музыку только на заказ Исключительно я без заказа не работаю Не потому, что я такой вот пафосный, жадный там или еще что-нибудь А потому что в наше время все-таки наличие заказа Как бы оправдывает саму необходимость написания музыки Потому что я, например, ну я понимаю, что уже считаюсь композитором И многие меня так и считают Да вот, и в дипломе написано, что я композитор Но я каждый раз удивляюсь, когда ко мне обращаются с просьбой написать музыку Потому что столько замечательной музыки написано Вот я, например, свою музыку, ну очень редко исполняю И свои программы как дирижера Как правило, вставляю сочинения классические Потому что мне гораздо интереснее дирижировать, к примеру, Прокофьева Чем свое сочинение Вот, но если есть безумцы, которые заказывают новую музыку Платят за нее деньги, значит она кому-то нужна Ну раз нужна, значит, собственно Надо писать А помните ваш первый заказ? Да, это было еще в школе десятилетки Это была музыка к поэме «Без героя» Анны Ахматовой Ко мне обратился еще один мой, тоже старший друг Его уже сегодня нету Такой был замечательный Ахматовед, литературовед И сам поэт при этом прекрасный, Михаил Кралин Он в свое время подготовил полное собрание сочинений Ахматовой После того, как сняли запрет Да, вы знаете, что Ахматовой было в Советском Союзе Запрещено постановлениями различными Вот, и после этого вот он первый, кто подготовил к изданию Полное собрание сочинений Был такой неутомимый пропагандист творчества Ахматовой И вот у него была программа, он сам читал поэму «Без героя» Анны Ахматовой Да, пожалуй, может быть, главное ее крупнейшее, если хотите, сочинение И ему нужна была музыка, которая это бы сопровождала, оригинальная Вот ко мне обратились с просьбой написать такое музыкальное сопровождение Есть целая свита из музыки поэмы «Без героя» Это был 2001 год Я еще учился в школе И меня это здорово поддерживало Потому что я что-то, в общем, начал зарабатывать Не только за сочинение этой музыки Но я играл ее сам на рояле Мы участвовали вместе в концертах В общем, это как-то было хорошо Вот, а такой большой композиторский дебют у меня петербургский состоялся Тоже еще пока я учился в десятилетке Это был 12-й пасхальный петербургский фестиваль И на открытии этого фестиваля прозвучала моя литургия Иоанна Златоуста, которая была написана, мне было 16 лет Это вот, кстати, единственный жанр, который я всегда пишу Я достаточно немало написал в духовной музыке православной русской И вот церковную музыку я, конечно, всегда пишу исключительно по зову сердца, извините за бананы Душевному порыву, да? Да, но мне кажется, что церковную музыку за деньги создавать Это как-то будет все, что угодно, только не духовное сочинение Это как-то даже кощунство Поэтому в духовной музыке я пишу много и пишу по собственному интересу Расскажите еще о вашем произведении, которое вы писали к юбилею Гоголя Как раз Мариинский театр инициировал композиторский конкурс И вы вышли за рамки конкурса, вместо одной акне оперы написали двухакне Ну да, я был в то время молодой, горячий И искренне думал, что условие написать однокную оперу было обусловлено Исключительно тем, что Мариинский театр не верил в то, что есть люди, которые могут написать двухакне оперы Поскольку я считал, что я могу и хором я владею, в общем, и возможностью писать хоровую партитуру То вот я нарушил все рамки приличия, которые были заложены условиями конкурса Поэтому, собственно, в самом основном конкурсе я участвовать и не мог Но, тем не менее, вне конкурса мое сочинение было показано Валерию Бисаловичу Гергиеву И я очень благодарен за это Ларисе Бисаловне, сестре маэстро Она руководит и в то время руководила Академией молодых певцов Мариинского театра И для представления этой оперы маэстро мне был предоставлен замечательный состав вокалистов Академии молодых певцов Мы это записали, записали на пленку и фрагменты показали Валерию Бисаловичу Я получил в то время для себя очень лестную оценку Этой оперы, конечно, ее не вставили, как я уже сказал, в конкурс Но зато сразу после этого мне была заказана другая опера Она называлась «Сын человеческий» Она написана больше для юношества, но, конечно, для взрослой аудитории Она была поставлена в Кавказе и несколько, 5 или 6 сезонов там шла, радуя В общем, я надеюсь, что радует Но уже с другим названием, более привычным слушателем ее назвали Потому что это, в общем, билеты на Маугли продать гораздо легче Легче, чем «Сын человеческий» Когда вы начали сами писать либретто? То есть, в принципе, всегда в создании оперы есть связка, либретист и композитор И потом уже дирижер Вы фактически исключили двоих, оставили только дирижер В себе все оставили дирижер и либретист и композитор Ну, в смысле, я же не дирижирую свои совпустные оперы Никогда? Нет, нет, была постановка доктора Жвага Вот, я не имела в виду И в Регенсбурге дирижировал, я сам в качестве постановки, да, забыл Ну, так вот, когда вы стали либретистом? Так ведь, понимаете, это все от, скажем так, не от хорошей жизни Потому что, например, вот оперу «Невский проспект», который вот я написал, да, для конкурса «Мариинский театр» Никто же либретиста не выдавал Понимаете, надо было просто написать оперу, а где взять либретист? Ну, пришлось писать самому Ну, и к тому же, я даже не очень понимаю, как можно было бы работать с другим либретистом Потому что все-таки настолько детальное требование к тексту, когда это связано с музыкой Что это очень сложно объяснить либретисту, что вот здесь, к примеру, на высокой ноте нужно, чтобы была согласная Там «А», да, желательно «А» или «Я», чтобы было удобно спеть Потому что «И» наверху не поется Ну, поется, но это будет все, что угодно, но не «И» и, в общем, тебя прокляну И так далее, и так далее, да Вот, поэтому, да, мне кажется, легче писать Ну, слушайте, и Вагнер писал свои либретты сам, и Чайковский умел это делать Я не спорю, что все, что многие умеют, но умеют, конечно же, не все Когда у вас, как бы, не то что отпала необходимость, когда вы все-таки исключили из своей жизни пианистическое исполнительство Когда поняли, что это, видимо, слишком много, или что все-таки в этом плаву вам не настолько комфортно, как быть дирижером и композитором Когда дирижировать начал, собственно, и перестал заниматься совсем Вот, но мне никогда это так не было особенно интересно, потому что, в общем-то, понимаете, вопрос, наверное, даже прежде всего репертуара Потому что мне в репертуарном, в фортепианном репертуаре всегда было, как исполнителю, тесно, и поэтому не очень интересно Я, например, признаюсь в такой крамоле, что я очень плохо выношу, к примеру, музыку Шопена, музыку Ференца Листа, фортепианную музыку, да, или, в общем, каких-то других композиторов, которые считаются для пианистов прямо иконами Поскольку у меня не было интереса к этой музыке, то не было интереса и заниматься, и играть ее Моими любимыми фортепианными композиторами являлись, собственно, те, которые являются в принципе любимыми композиторами Это Чайковский, это Дмитрий Шостакович, но они писали не самую фортепианную музыку, да, не самую, скажем, ходовую, как это было в случае с Шопеном, к примеру, или тем же Листом В общем, какой ты пианист, если ты не играешь ни Листом, ни Шопена, ни Шумана, к примеру, хотя я Шумана люблю, но тоже больше симфонические вещи Да и Рахманинов, один из моих любимых композиторов, тем не менее, тоже для меня более интересен хоровой и симфоническим, нежели вот такой Рахманинов и Тюдов картин, скажем Ну, в общем, я не пианист по своему складу, вот, и к тому же руки у меня не Дениса Нацуева, поэтому чего уж там говорить Но зато вы делали очень яркие проекты уже в качестве дирижера, и особенно впечатляет проект всех фортепианных концертов, которые вы сделали Все было в Приморской театре, правильно? Симфоний Чайковский и Прокофьев в разные годы Расскажите об этих двух проектах Да, мы, если вы имеете в виду период в Владивостоке, да, мы делали проект 175-летию Чайковского И тогда пришла идея в голову исполнить все концерты, которые им написаны, то есть скрипичные четыре партитуры для фортепиана с оркестром Напомню, что у Чайковского три концерта, еще есть замечательная, совершенно уникальная концертная фантазия Для фортепиана с оркестром И мы тогда это реализовали с очень замечательными солистами У нас в команде была Екатерина Мечетина, Борис Березовский, Филипп Капачевский, Павел Милюков И вот Алексей Володин, который исполнял как раз концертную фантазию А на следующий год наступала какая-то дата, я уже не помню Может быть не на следующий, может быть, это к дате не было привязано Но мы сейчас уже не вспомним Но с Алексом Володиным мы подумали, что хорошо бы сыграть все пять концертов Прокофьева И в качестве шутки я сказал, интересно, а можно ли сыграть с одним пианистом? Сможешь ли ты все пять выучить? Он сказал, да вообще-то я все концерты играл в репертуаре в разное время Просто не было повода их сыграть все в один вечер Вот мы действительно тогда решили, что мы реализуем вот такой титанический совершенно проект Прокофьев-марафон Пять фортепианных концертов в один вечер с одним пианистом, одним дирижером, одним отецом Но справедливости ради надо сказать, что все-таки это ведь не очень длинные концерты Все концерты Прокофьева идут менее получаса Поэтому для зрителей это не такая уж утомительная история Это утомительно для пианистов Но Алекс справился с этим совершенно уникально Он это потом где-то повторял, по-моему, не то во Вьетнаме В общем, в какой-то восточной стране Этот марафон повторял Да, но больше ни один пианист на это до сих пор не решился Действительно, титанический труд и, в принципе, невероятно сложно Я лично не представляю, как это возможно сделать Расскажите еще о вашем художественном руководстве То есть вы, помимо того, что дирижер, поработали во многих местах, но также были художественным руководителем Насколько для вас отличается эта работа? Или все-таки это все вместе дирижер и художественный руководитель? Нет, ну, дело в том, что все-таки, конечно, ты гораздо больше можешь принести пользы как дирижер Если ты сам принимаешь решение, что играть, когда играть, с кем играть, да, и в какую дату Ведь тебе нужно убеждать руководству, что хорошо бы сыграть Прокофьева, например Или хорошо бы в такую-то дату сыграть Стравинского или Шостаковича и так далее Ты можешь придумать проект и не должен убеждать никого, что его нужно сделать От принятия решения до его реализации, тогда путь, если ты при этом являешься руководителем Он сокращается в разы Поэтому, конечно, я в данном случае счастливым человеком всегда был И являюсь в том плане, что я сам всегда принимаю решение, что мне играть, когда мне играть И с какими коллективами играть, и с какими солистами Это тоже очень важно Когда ты можешь подобрать идеальный для себя состав команды То это, в общем-то, очень большое дело, мне кажется Может быть, даже если хотите, важнейшее дело для движения Поэтому, конечно, вот я рад, что у меня есть такой опыт руководства Тем более, что за это время, сколько я уже, я с 25 лет являюсь руководителем В 25 лет я получил свое первое назначение в театр Улан-Удэ В оперный театр Республики Бурятия И с тех пор был руководителем и потом Владивостоком, и в Сочинском оркестре И был музыкальным руководителем Александринского театра в Петербурге И руководителем фестивалей, да, различных проектов Конечно, за это время уже собралась какая-то команда Вот в Волгограде я недавно руководил, совсем последние места Царицинской оперы, да До памятного, да, совершенно Но это был очень короткий период, 4 месяца Не так сильно отложился в памяти Вот, но хотя там мы тоже реализовали достаточно интересный проект Еще только будем реализовать Вот сегодня мы работаем над окончанием монтажа фильма-спектакля Фильма-спектакля двух моноопер Тарвердиева К юбилею 90-летнего Николая Владимировича Тарвердиева И «Человеческий голос Пуленко» Это мы сделали вот с оркестром и замечательными солистами царицинской оперы В мае вот этого года Уже мы провели монтаж звука Осенью собираемся смонтировать видеоряд Это все было снято несколькими камерами В лучших традициях фильмов-спектаклей Это все снималось без публики И надеемся, что премьера этой ленты мы сможем показать в рамках следующего петербургского культурного форума здесь в Петербурге Также пройдет премьера на видеоплатформе радио «Орфей» Ну и еще есть различные идеи Скажем так, показав этого фильма Я думаю, что это будет интересно Ну, кстати, о работе дирижера и режиссера Расскажите о вашей, можно сказать, скандале Но, к счастью, не скандальные постановки вашей оперы «Доктор Живаго» Как-то у вас разошлись мнения с режиссером Что здесь рассказывают? Режиссер был «Свинья» Такой есть Он еще, наверное, надеюсь, что он в добром здраве Сильву Покаретта Достаточно известный режиссер европейско-румынского происхождения Вот он ставил моего оперы «Доктор Живаго» в Регенсбурге Почему-то решил, что Лара должна быть проституткой Значит, портрет Живаго на его похоронах Должны топтать КГБшники или КВДшники Ну, в общем Вел себя очень плохо Очень плохо За что и получил Ну, такая, знаете, лучшая традиция То, что называется сегодня Есть такой термин режопера Режопера, да Просто был такой реже опер Да, в общем Ну, вам удалось отстоять? Потому что сейчас многие постановки Когда ты идешь в театр Ты не знаешь, что ты увидишь И часто Ну, а что он мог сделать? Я же не только Он мне когда сказал, что, вы знаете, я режиссер А вы вот идите там к себе в яму и дирижите Я же не был не просто музыкальным руководителем этой постановки Я же автор музыки Автор либретто Причем либретто я делал совместно с правонаследниками Пастернака Да, с Еленой Пастернака И которая лично давала разрешение На переработку Романа Бориса Леонидовича Исключительно мне В том виде, в котором есть Если бы она знала, что там что-то будет топтаться Ногами НКВД Да, портрет Пастернака Понятное дело, что был бы скандал Поэтому у него просто не оставалось выбора Я пришел к интенданту Сказал, что если так будет продолжаться То я сейчас просто А еще и там мои солисты участвовали из Владивостока Потому что я просто сейчас забираю солистов Забираю партитуру И езжу А вы проводите премьеру дальше, как хотите И пожалуйста, с какими-нибудь проститутками на сцене Полуимитаторами и прочим И он тогда пришел к режиссеру И сказал, с этим парнем тебе лучше не шутить Потому что он может выговорить в жизнь все свои угрозы Парень борзый Борзый Да, и очень много чего боится в жизни Поэтому ему пришлось пойти на Уступкина Ну а что, смотрите В России начинался год литературы Вообще в то время Это был 15-й год И ну что бы Вы говорили, что Русский композитор написал какую-то антироссийскую оперу Понимаете В год русской литературы поехал на Запад Там что-то топчет ногами А потом кому это объясняешь Что это не моя Что ты реже опера Режиссера Ну а что ты тогда в яме там делал Да, я считаю, что Вот это наплевательство С которым мои Многие, к сожалению, коллеги Относятся К профессии К музыке К русской в частности особенно Но и Я считаю, что в Эрде Точно так же Кочевство надо похабить Как и Чайковскую, естественно Я думаю, что это, наверное, не от хорошей жизни Конечно, потому что Все пытаются заработать какие-то деньги Все боятся потерять профессию Все боятся потерять место Вот, но это, в общем, неправильно Потому что если мы Перестанем защищать свое искусство То и свою профессию То, а кто его тогда будет защищать Все-таки это Немыслимо Когда, вот, знаете Недавно в Голландии Лет 5 или 6 уже назад В Амстердаме Поставили пиковую даму Чайковского С там Оральным сексом на сцене Где, причем, каждый персонаж Это Чайковский Сам с собой, значит, занимается Всякими оральными прелестями Вот Я не против орального секса Я против орального секса на сцене Классическая опера Оральный секс И ставить его сколько угодно Ради бога, найдите команду На это Найдите тех, кому это интересно Смотрите вперед Но зачем это делать С именем Чайковского На устах И с его музыкой Вот это совершенно непонятно Поэтому для меня Кстати, является В этом плане Таким хорошим примером Поступок Юрия Хатулевича Тимирканова Который однажды Просто положил дежурскую палочку Сказал, я в этом моразме Участвовать не буду И ушел просто изъяной Постановки не состоялось Да, там что-то Кто-то был недоволен Ради бога Зато, в общем, Тимиркановым доволен Весь мир Это большая радость Величайший дирижер К сожалению, наша передача уже подходит к концу Дорогие друзья У нас в гостях российский композитор Дирижер Антон Лупченко И вот буквально последние минуты Антон, какая ваша любимая музыка? Что вы любите слушать? И слушаете ли вы музыку дома? Ну, я постоянно слушаю музыку просто по работе Потому что мне нужно и что-то отслушать И что-то отсмотреть Для того, чтобы принять решение От той или иной программы Ну, конечно, я постоянно нахожусь В музыке, скажем так В процессе музыки Но я очень много музыки люблю Я вам, собственно, сказал, что я не люблю Вот Листа не люблю И Шапуэна не люблю А любите Прокофьева, Шостаковича и Чайковского? Ну, вот после нашей беседы Вот какое произведение? Прокофьева, Малера, Вагнера, Брамса Куртовайля Один из моих любимых композиторов И совершенно не исполняющихся в стране От России, к сожалению, почти не Чтобы вы посоветовали послушать после эфира Вот одно сочинение из классического репертуара И одно ваше произведение Ну, моё произведение вообще не советую слушать Если кто хочет, то послушает И без моего совета Ну, не знаю Но послушайте Третью симфонию Рахманинова Всегда, всегда, кстати Или Вторую симфонию, или Первую Или Десятую симфонию Малера Или Пятую симфонию Чайковского Замечательно Дорогие друзья у нас Прекрасно Дорогие друзья, у нас в гостях был Антон Лупченко Дирижёр, композитор И желаю вам творческих успехов Радовать публику и своей принципиальности И яркими программами На вам, дорогие друзья Слушайте музыку Ходите на концерты К счастью, жизнь восстанавливается Всем слушателям вашего радио Тоже успехов, хорошего настроения И здоровья Всем хорошего До новых встреч До свидания Радио Болткома Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова